Всем привет! У меня сейчас еще относительно утро, где-то около 11 утра, 10.51, если быть точной. И у меня сейчас время пить кофе. Мой организм почему-то в курсе, когда наступает 11 часов утра, и именно в это время просто срочно требует кофе. Поэтому я уже успела поработать, тоже успела накраситься на сегодняшний день, такое сделать, минимальный макияж. Сегодня у нас, кстати, дикая просто жара, поэтому я сделала прическу. О ней, кстати, немножко позже, потому что я просто вообще, мне она так нравится. И у нас дикая жара, и я поняла, что если хотя бы волосинка вообще упадет в районе шеи, декольте, то я просто, наверное, сойду с ума, потому что очень-очень жарко, и волосы сразу как будто в шубе ты находишься. Поэтому летом я всегда переключаюсь на какие-то прически, которые вот как-то забирают все волосы, потому что это просто нереально. И вот сейчас я собираюсь пить кофе, и как обычно по традиции у меня кофе не проходит, ну, естественно, без семика, который сейчас будет клянчивать у меня что-то, какую-то мою булочку, которую я буду с кофе пить. И всегда тоже смотрю YouTube. Это время, когда я могу посвятить его, посмотреть YouTube. Сейчас, к сожалению, кстати, я уже не успеваю смотреть все свои подписки. Я догоняюсь по подпискам только тогда, когда начинаю делать маникюр. Кстати, его мне уже тоже пора бы сделать, потому что ногти уже страшненько выглядят, уже поотрастали, уже поотрастали довольно сильно. Ну, короче, это другая история для другого влога. И я хочу сейчас вместе с вами просмотреть свои подписки и показать вам тех блогеров, которых я смотрю в первую очередь, вот просто вообще не пропуская. Среди них это Тати. У нее канал Glam Live Guru называется, и я ее просто обожаю. Это девушка, которой просто как минимум место в Голливуде. Она настолько красивая, настолько интеллигентная, тоже еще умная. У нее очень классное чувство юмора, тоже. Ну, офигенная просто девушка. Вот запомните ее канал. Тати Glam Live Guru называется канал еще тоже. Робину Гудину тоже постоянно смотрю. Как-то я очень сильно полюбила ее канал. И каждый раз, кстати, когда кофе пью, то ее, скорее всего, и буду смотреть, потому что у нее влоги часто выходят. И мне нравится вот как-то так беззаботно проводить время, пить кофе и смотреть какие-то влоги. И тоже еще, кстати, у меня в подписках тут, я очень часто смотрю, канал шедевры кулинарии. Я вам уже как-то об этом канале рассказываю, но расскажу еще раз. Тоже потрясающий просто канал для тех, кто любит готовить. И для тех, кто не особо, скажем так, любит готовить, но все равно готовить приходится. И нужно где-то брать идеи, потому что очередной раз там жарить котлетки или варить борщ уже надоело. Поэтому там видео всегда очень коротенькие, рецепты довольно простенькие. Но так все красиво снято, так все красиво подано, как-то рассказано, показано. Я просто в бешеном восторге от этого канала. Поэтому тоже запомните, что можно, вот Сэмик тоже говорит, да, я согласен. Я согласен. Поэтому да, если попадется вам, то обязательно посмотрите видео. Ну и можете просто зайти на канал, естественно, если понравится, подписаться. Поэтому приступаю к своему кофейку. И вот, собственно, почему я сегодня затеяла весь этот влог. Это потому что я хочу вам показать частичку своей работы. Я уже тут проделала небольшую работу сегодня с утра. Разложила все заказы по, ну, скажем так, вот там вот с обратной стороны заказ написан, кто чего заказал. И вот я уже это все так разложила. И сейчас меня ждет вот этот мой сортировочно-упаковочный центр, как я его называю. И я буду все это упаковывать в коробки, чтобы отправить клиентам. И хочу вам, наверное, самое интересное из этого всего показать. Очень многим нравится смотреть на косметику, даже с учетом того, что это все не мое. Но все равно интересно просто покоцать. Вот хочу вам показать мою самую-самую любимую сыворотку от Michael Todd. Называется Antiox Serum. Я себе тоже ее заказала. Я пользовалась сейчас другой. Она тоже очень классная, там с гиалуроновой кислотой, со всеми делами. И она тоже очень классная, но вот эта в разы лучше. Я заказала вот эту, буду вот этой пользоваться. Здесь у нас Larac обычная палетка. Вот это мой самый любимый набор от ZOEVA. Он называется Rose Golden, часть вторая. У меня есть фото в группе Simplum, там где все кисти сфотографированы. Очень-очень-очень классный набор. Вот просто шикарный. Для начинающих визажистов, для начинающих, просто для любителей косметики, для домашнего использования потрясающий набор. Стоит недорого, там 65 евро он стоит, но он очень-очень классно собран. Вот это тоже классная штука такая от Tarte. Целый набор. Тут такие как бы дверки, нужно будет открывать. И там очень-очень много миник. И среди вот этих миник, вот это то, что там находится. Очень прикольный наборчик такой. И у меня их вот две штуки заказали. Поедут тоже сегодня к своему получателю. Сумочка GES, такая совсем небольшая, как сумка-кошелек она идет. Тоже, кстати, вот заказали, что мне дико интересно, заказали уходовые средства от Polus Choice. Меня эта марка тоже очень интересует. Я ни разу не пользовалась этими средствами. Но в интернете ходят обзоры, что это одна из самых просто действенных каких-то марок для лица. Что действительно они работают, что работают очень хорошо. У них ставка у этой марки на разные кислоты, на разные там BHA, AHA кислоты, ретинолы. Ну, очень-очень много таких вот активных ингредиентов. И все тоже очень хорошо упаковано. То есть, если, например, это что-то с антиоксидантами, то это обязательно будет в помпе. Для того, чтобы воздух как бы не соприкасался с самим кремом. И, естественно, крем от этого не портился. Поэтому вот заказала тоже девушка вот эти все уходовые средства. И я сижу на это смотрю и думаю, как же тоже хочется. В общем-то, если вы пользовались маркой Polus Choice, то обязательно напишите в комментариях, что вы думаете в этой марке. Какие самые удачные средства, что мне стоит попробовать. Что мне может понравиться, может быть. Если не пользовались, то обязательно поинтересуйтесь где-то в интернете. Потому что я вот, например, каждый раз слюнки пускаю, когда Polus Choice заказывают. Тоже здесь еще палетка Stila. Это называется In The Light палетка. Тоже очень классная кисточка Sigma. Набор тоже от ZOEVA. Classic Brush Set. Ну, здесь уже так по мелочевке. Помадка от Too Faced Melted от MAC Highlighter Cream Color Base в оттенке Pearl. И здесь еще пудра для бровей Анастасия и румяна от Tarte. Также я, кстати, заметила такую тенденцию, что в последнее время очень много заказывают с iHerb средств. Таких тоже очень по описанию крутых. Вот, например, я обратила внимание. Вот этот крем называется Firmin DMAE Moisturizer. DMAE, я не знаю точно, что это такое. Но, тем не менее, вот если посмотреть на мою любимую сыворотку от Michael Todd, она тоже вот с этим ингредиентом. По-моему, это какая-то то ли кислота, то ли что. Я точно не знаю. И вот тут тоже Alpha Lipolic Acid. И здесь то же самое, видите, DMAE и Alpha Lipolic и что еще тут? Sea Easter. В общем-то, короче говоря, похоже, что вот это, это то же самое, что от Michael Todd. Только от Michael Todd вот эта штука стоит 37 долларов, а этот крем стоит 18 долларов. Поэтому, я не знаю, по-моему, мне кажется, что, наверное, кто-то из блогеров рекламирует сейчас вот эти все уходовые средства с iHerb, потому что очень много заказов с iHerb именно на уходовые средства и именно на вот такие вот всякие с кислотами, тоже с ретинолами, там, с всякими витаминами и так далее и тому подобное. И я вот хочу вас узнать, вот кто-нибудь тоже вот встречал вот такую марку, или, может быть, вы с iHerb что-то заказываете такое действенное, действительно, то есть какие-то кислотные крема, которые вот реально видно результат. Не просто там намазал, ну и как бы и не хуже, и не лучше, и, в общем-то, слава богу, в общем-то. А вот такие, которые вот действительно видно результат, потому что вот эта сыворотка реально работает, и у меня кожа идеальная после нее. А вот это меня очень заинтересовало по своему описанию, потому что очень-очень похоже. Вот, сейчас буду приступать к упаковке, и перед тем, как приступлю, хочу вам тоже показать, еще вот забрала свой заказ, здесь Faberlic. А, и вот еще хотела показать вам, мне Зоева прислали вот такую вот книжечку, вот, причем все там с письмом, там, со всеми делами, дорогая Ирина, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, причем смешно то, что Зоева со мной, как с блогером, не хочет работать. Я не знаю почему, ну, короче говоря, они со мной именно как с блогером работать не хотят, но вот как с Симпломом, как с партнером, работают великолепно. Но, тем не менее, в общем-то, прислали вот такую вот книженцию, очень толстую, очень качественную, которая описывает абсолютно все кисти, которые у них есть сейчас в линейке. Книга просто потрясающая, посмотрите, какое качество. Зоева, конечно, вот молодцы тем, что они вот так много уделяют внимания качеству. И здесь есть такая фотка, сейчас покажу вам, просто я смотрела на нее, вот она, посмотрите здесь, вот это все, кисточки какие-то из синтетического ворса, а так вот они сняты. Просто офигенно, оно такое, знаете, как ватные какие-то шарики. И здесь тоже фотки, там, как собирают кисти, как их, там, не знаю, как их делают, вот, например, видите, как их связывают, там, вручную формируют. Очень-очень классная такая книжица, надо будет с ней ознакомиться, и они потом предлагают еще чего-то, там какой-то пройти их опросник, здесь написано. И, в общем-то, да, вот это я буду делать. И тоже вот сейчас покажу вам свой заказ, то, что мне пришло из этого всего. Вот это как бы натуральные спонжи для умывания. Они твердые, вот когда просто их вот так вот берешь, он твердый на ощущение, по ощущениям, но когда мочишь этот спонж, он становится мягеньким и эксфолирующим. Тоже очень много слышала позитивных отзывов, потому что это органическое растение, оно называется коньяк, я вот точно не знаю, что это такое, может, так и есть коньяк. Ну, короче говоря, вот это просто обычный эксфолирующий спонжик, а вот этот еще как бы антиакне, против прыщиков, там все дела, я думаю, тоже начать им пользоваться. И они работают три месяца, после чего их нужно менять. То есть вот у меня здесь на полгода уже запас есть, поэтому хочу попробовать. И вот здесь тоже у меня заказ мой Фаберлик, хочу вам о нем рассказать, потому что я много взяла того, что понадобится не только мне, как было в обычной жизни, но также и для какой-то визажной работы. Последнее время я начала возвращаться в такую визажную деятельность, на время я ее забросила, потому что я для себя поняла, что я очень люблю бьюти-индустрию, но я всегда как бы в ней остаюсь, но мне периодически нужно менять вид деятельности, там, например, то я занимаюсь больше симплумом. Мне нравится, там, обрабатывать заказы, общаться с клиентами, общаться с марками, там, и так далее, и тому подобное. Потом меня переклинивает, я хочу, там, больше каналу посвящать внимание, там, делаю больше видео, делаю какие-то более качественные видео. Потом меня опять переклинивает, я уже хочу, там, визажистом опять поработать. Сейчас я начала больше посвящать этому внимание, но в то же время я поняла, что я от очень многой косметики избавилась, вот именно такой нестандартной, да, то есть нестандартные какие-то яркие, там, помады, или нестандартные какие-то, там, карандаши, там, какого-то бешеного, там, желтого цвета, например. А мне это очень надо, потому что я люблю работать не в салонном макияже, там, делать макияж и так далее, там, свадебные макияжи какие-то, а мне нравится работать на фотосессиях, какие-то образы продумывать, что-то, короче, делать такое неординарное. И я тут заказывала в Фаберлике какие-то вещи, и эти вещи действительно качественные, мы не говорим о них, как о вещах, там, допустим, что за такую цену им можно простить такое качество. Нет, это действительно качественные, классные вещи, которые вполне можно использовать в работе, там, визажиста, вполне можно использовать на тех же фотосессиях. И если вы, например, делаете какой-то, там, мега стойкий макияж свадебный, то, возможно, конечно, вам нужно, чтобы ваш набор, там, косметики был немножко другой, но так как я в последнее время больше провожу времени на фотосъемках, а там нужно, чтобы макияж был яркий, броский, какой-то контрастный, крутой, но в то же время это все должно продержаться, там, час-два, может быть, а после этого, как бы, уже все равно, что с ним происходит, то у меня немножко, как бы, другой набор. Но, тем не менее, буду меньше болтать. Фаберлики появились мелки для волос. Вот они. Я заказала себе три цвета, и я просто обалдею. Вот сейчас вот я сделала себе прическу, я думаю, вы уже заметили. Вот сейчас я сделала себе вот такую вот прическу, как я уже сказала, волосы просто дико сейчас раздражают, это я заплела вот такое вот что-то, не пойми что, и кончики прокрасила разными цветами, разными этими мелками. Я просто в шоке. Они такие крутые, они такие классные, яркие. Конечно, эта штука не на каждый день. Они реально очень сильно так подсушивают волосы, и потом, конечно же, лучше в тот же день это все вымывать. Но, блин, они крутые. Я хочу себе такие. Я хочу еще заказать себе тоже, чтобы у меня были в моем кейсе визажисты такие, потому что они офигенные просто. Вот посмотрите, разве не прикольно вот такая вот прическа? По-моему, очень круто. Ну и давайте посмотрим тоже, что еще я взяла. Как обычно, я беру средства для мытья посуды, средства для унитаза, средства для чистки ванны. Вот это я всегда заказываю в Фаберлиф, потому что оно балдежного офигенного качества и стоит относительно недорого. Так что тут чек еще. Взяла тоже еще несколько расчесок. Одна вот такая, одна вот такая вот круглая. Опять-таки, это не для меня будет, это для моего кейса визажиста, для того, чтобы там было для клиентов. Так как я не профессиональный парикмахер, там какие-то профессиональные инструменты я пока заказывать не хочу, но для того, чтобы просто как-то что-то с волосами сделать, вполне будет достаточно. Взяла еще тоже у них такую вот новинку. Это влажные салфетки для удаления пятен. Я не знаю, как они будут работать, но идея очень крутая. Так как я свинтус и постоянно пачкаю одежду, то для меня это будет очень актуально. Потом тоже у них появились вот такие вот гелевые подушечки под стопу. Сейчас лето, все натирают ноги. Вот видите, здесь на рисуночке вот эти силиконовые подушечки вот так вот под стопу как раз на туфли клеятся и, по идее, не должны натирать. Для меня это тоже очень актуальная штука, особенно летом. Взяла тоже вот такую вот прозрачную косметичку. Тоже очень люблю такие штуки. Кстати, у меня в моем кейсе тоже такие прозрачные штуки, и они очень удобно вообще, вот просто безумно удобно, потому что все видно, все прозрачно, все классно. И тут у меня тоже еще довольно много декоративной косметики. Сейчас я вам распакую это все и покажу. Вот, я взяла несколько карандашей здесь и для глаз, и для губ, и взяла вот эти помады. Кстати, карандаши вот я вчера тестила на руке. После этого я руки мыла раз, ну, наверное, ну, 5-6 точно. Я с вчерашнего вечера уже мыла руки, и вот, они очень сильно въедаются. Сейчас я сделаю новые свотчи и все вам покажу. И, кстати, тоже помады, сразу расскажу. Помады вот эти мне очень нравятся по своей текстуре. Я их обругала за упаковку, и до сих пор я считаю, что упаковка просто ужасная, особенно для набора визажистов. Поэтому я эти помады просто оттуда достану и переплавлю их в палетку. И они у меня в палетке будут, таким образом, будет это мало места занимать, но в то же время я не буду переживать за качество, потому что качество хорошего этих помад, единственная упаковка, это просто жесть. И покажу вам тоже цвета, потому что цвета я взяла такие, ну, как классические, да, вот как такую красную, так и очень нестандартные. Сейчас покажу. Первая вот такая вот, это у нее номер 41047. Выглядит она довольно темной, но на самом деле она вот такая, вот это первый сводч, вот он. Это такой цвет вина, но в то же время такой вот не насыщенный цвет вина, да, а вот такой вот более разбавленный, скажем так. Вторая помада, которую я взяла, это вот такая вот, номер у нее 41053. Эта помада мне понравилась меньше, вот она, вот этот цвет у нее. Она такая, ну, скажем так, бледно-кораллово-розовая, ну, ничего особенного, я думала, она будет поинтересней. Вот эта помада классическая такая, красная, наверное, можно ее назвать 41048. Вот она здесь вот, раз, два, третья. Вот это вот ее цвет. Она немножко, мне кажется, все-таки отдает такой теплый оранжевый подтон. И это ее маленько минус. Ну, тем не менее, в общем-то, да, это вот такой вот цвет. Потом вот это, я думала, честно говоря, что это будет более такой какой-то дерзкий цвет. Думала, что это будет более такой серый оттенок, потому что сейчас вот такие серые помады очень в тренде. И номер это 41056. На деле она оказалась довольно такой, как бы, нейтральной, нюдовой. Она отдает в серый такой серо-коричневый подтон, но все же это очень-очень похоже на такой классический бежеватый нюд. Дальше помада, которая мне, наверное, больше всего из всех понравилась, это 41046. Темный, насыщенный, такой классный цвет. Очень мне нравятся вот такие вот помады в последнее время. Они круто смотрятся. И у нее такой вот коричневато-красный подтон. Очень-очень крутая помада. Вот это будет круто смотреться. И последнее, это номер 41054. И я взяла ее, потому что думала, что это будет такой классический барбешный розовый цвет, чем он, собственно, и является, в принципе. То есть, это классический такой розовый с голубым подтоном. Вот, поэтому, если вам какая-то из этих помад понравилась, вот, номера я вам сказала. И теперь, что касается карандашей. Вот эти первые три, это новая линейка, по-моему, они как-то каялы называются, или как-то, да, каялы для глаз. Вот этот вот голубой, вернее, синий, 5437 его номер, вот он здесь. Очень-очень классный. Вот этот каял синий мне нравится. Очень красиво выглядит. Очень такой вот дорогой красивый цвет. Следующий фиолетовый, под номером 5438, если я не ошибаюсь, он более сухой. Он так довольно сильно тянет кожу. И немножко он похуже качеством. Вот этот зеленый, из той же серии, 5439, тоже очень крутой. Вот он здесь, раз, два и третий. Вот этот вот цвет. Он такой зелено-синий, наверное. Вот такой вот какой-то у него перелив. Дальше я взяла два карандаша для глаз из серии Secret Touch. Честно говоря, они мне понравились меньше. Они, по-моему, стоят дороже, но они вот похуже немножко. Вот два этих карандаша. Зеленый, значит, номер 5549, а синий 5550. Ну, так, я бы не сказала, что они мне сильно нравятся. Они такие полупрозрачные, то есть их нужно так сильнее набивать, для того, чтобы вот такой вот цвет получился. И последний я взяла для бровей. Вот для бровей в этой серии очень крутые карандаши. У меня есть такой для блондинок, которым я пользуюсь. 5546. Это для уже таких шатенок, брюнеток. Вот он здесь. Вот такой вот оттеночек. И последнее, чем я хотела с вами сегодня поделиться, это своим заказом с китайского сайта. Сейчас я так понимаю, что те, кто делает обзор на китайские вещи, они для меня лично ценнее золота, потому что в китайских магазинах, откровенно говоря, столько всякого гэ, что обзор косметики уже не настолько актуален, насколько обзор вещей. Потому что найти там что-то хорошее, это реально нужно постараться. В этот раз я заказала вот несколько вещей. Сразу начну с хорошего. Заказала спортивный бюстгальтер. Очень классный. Вот просто, вот просто очень классный. Он из довольно плотной такой вот как бы синтетической ткани, ну как и все вот такие спортивные бюстгальтеры. У него тоже есть такие как бы подушечки здесь под грудь, для того, чтобы все плотнее держалось. И тоже как бы если у вас грудь скромных размеров, то это вам чуть-чуть добавит объема. Очень классный бюстгальтер. Сел на меня идеально. Все хорошо держит, ничего там не трусится, не выпадает, не вылезает. Вот ему прям 5 с плюсом, 100% можно заказывать. Тоже взяла еще несколько повязок на голову. Мне они понравились, прикольные штуки, конечно. Здесь в бантиках такая как проволока вставлена. То есть вы эти бантики можете в принципе поставить как вам нравится. Они вот так вот и будут стоять. Вот, тоже это довольно прикольно. Можно всякие прически будет поделать. Такой вот голубой, ну вернее синий и точно такой же черный. Я их, честно говоря, взяла для того, чтобы в зал, может быть, там что-то крутить себе на голове. Но мне как-то не очень нравится, как они на мне выглядят. Поэтому, в общем-то, ну буду думать что-то с прическами. И последнее, что я взяла, это вот такие балетки. Балетки на меня оказались маленькими. Это размер 39, но это реально размер 38, а то и может 37,5. Ну 38, я думаю, нога сюда влезет. Я, к сожалению, сюда не влажу, поэтому хочу их разыграть в конкурсе. Конкурс хочу сделать только по Украине. Извините, пожалуйста, если вы живете в какой-то другой стране. Я всегда делаю международные конкурсы. Но сейчас мне просто не хочется заморачиваться с ними, потому что их отправить куда-то за границу будет дороже, чем, наверное, они сами стоят. Качество у них, ну вот честно сказать, не очень хорошее. Я думаю, что сезон можно будет походить, потом выбросите. Если у вас подходящие размеры, или вы знаете кого-то, кому вы можете их отдать, и кто будет этому рад, можете участвовать в конкурсе. Правил особо там никаких нет, я все обозначу в описании. Поэтому, если вдруг вам это интересно, вот можете поучаствовать в таком конкурсе. А на этом буду заканчивать. Спасибо, что так долго меня смотрите. Я надеюсь, вы меня еще смотрите и не выключили где-то там на третьей минуте. В общем-то, спасибо, что посмотрели это видео. Я сейчас приступаю к упаковке огромного количества посылок. И увижу вас в следующих своих видео. Пока!